Теперь мы переходим к видео о скульптурировании морщин и дефектов в прошлом, я бы часто использовал кисть для складок для этого шага. Но в городе появилась новая кисть для последней версии Блендер. Ничья острая. Ты можешь задаться вопросом в чем разница между этими кистями, чтобы быстро продемонстрировать это тебе. Вот эффект рисования, и рисуй острыми кистями с помощью кисти для рисования. Ты мог бы сделать так, чтобы следование было четким. Но поскольку эффект выполняется непрерывно по кругу полного радиуса, это часто все равно приводит к очень плавному профилю. Ну, это падение кривой гораздо лучше для того, чтобы создать очень плавный, а не очень сильный профиль. Кисть для складок с другой стороны с большей вероятностью достигнет четкого профиля, поскольку она не просто добавляет и убавляет на поверхности, но это также ущипнет их. Проблема с этим заключается в том, что это приводит к тому, что геометрия собирается вместе на кончике, растягивая те, что вокруг него. Если ты будешь часто пользоваться этой кистью, это приведет к очень неравномерному разрешению для работы и, возможно, даже к заметному растягиванию геометрии. Это меньшая проблема при использовании динамической топологии, поскольку она автоматически сворачивает жатые области и добавляет новые грани в растянутые области. Но в нашем случае мы хотим сохранить геометрию нетронутой и не переизмерять с помощью динамической топологии. Итак, теперь у нас есть третий вариант – рисовать острой кистью. Эта кисть обычно старается сохранить четкость профиля вашего мазка, не нарушая геометрию. Просто убедись, что падение кривой также установлено нарезкой для достижения наиболее оптимальных результатов. Кроме того, эта кисть не восстанавливает ваши поверхности с включенной динамической топологией, так что в этом случае вам придется использовать, вероятно, кисть для сгибания. Давай воспользуемся этой новой кистью, чтобы изобразить наши недостатки. Еще один вариант, который позволит использовать щетку – это топологическая осень, запрашивающая по той же причине, по которой мы включили ее, чтобы захватная щетка не лепила на зубчатых сторонах рубашки одновременно. Я также оставлю х-симметрию выключенной при лепке на торсе. Поскольку это будет очень заметно, даже больше, чем общая пропорциональная симметрия для рук, мы все равно можем сохранить симметрию, если захотим. Поскольку они обычно так далеко друг от друга, что симметрия менее заметна. Также, как мы нарисовали это с помощью аннотаций, линии начнут складываться и вычитаться в направлении, которому тянется ткань. Это не обязательно должно быть суперчистым. Позже я отшлифую результат. Прямо сейчас. Нам просто нужно иметь что-то, что выглядит примерно правдоподобно, если ты хочешь получить больше разрешения от футболки. К сожалению, повторная мера – это не вариант. Это потому, что повторная мера основана на объеме, а поскольку наша одежда представляет собой плоские открытые предметы без реального объема, она просто не будет работать. Вместо этого попробуй разделить сразу. Если это разрешение слишком высокое, добавьте модификатор Decimate, чтобы немного уменьшить разрешение, будет продолжаться сжатие на талии. Точно так же, как и в других областях. И общая эстетика избегают параллелей и точно повторяющихся шаблонов. У тебя никогда не будет идеально симметричных, идеально параллельных узоров. И когда ты складываешь ткань в сжатую область, она часто имеет тенденцию образовывать этот ромбовидный узор. Но имей в виду, что эти бриллианты также должны быть разного размера в пропорции друг к другу, чтобы узоры не повторялись и поверхности не выглядели скучными. У тебя часто бывают, например, под плечами эти нависающие недостатки. У них обычно более резкая складка под разломом, так как гравитация тянет их вниз и собирает вместе внизу. Между тем, поверхности над разломом довольно прямые и расслабленные, вместо того чтобы втягиваться внутрь на груди, также добавят несколько складок от растяжения. Что еще сильнее из-за подтяжек, блокирующих доступ к большему количеству ткани для вытягивания. Так что ткань здесь, как правило, довольно тонкая и плотно прилегает к телу. Лопатки немного больше похожи на смесь растяжения в подмышках и плечах, а также нависающего сжатия вниз к спине. Также добавят небольшие растягивающие складки на плечах из-за объема мышц. И точно так же, как у нас было в аннотациях, поскольку цвету не за что зацепиться, чтобы они не стягивались вниз и не вызывали сжатия падающего вниз перед лепкой на рукавах. Не забудь включить X-симметрию, чтобы сэкономить немного времени на рукавах. Опять такое сильное сжатие, как у нас было в отходах, что мы получаем большое увеличение объема и множество дефектов алмаза. Также в качестве подсказки, если ты замечаешь эти крошечные точки вдоль своего штриха, то способ предотвратить их, увеличить интервал между штрихами. Каждая из этих точек, это один вход от твоего удара. И если расстояние будет меньше, чем расстояние между этими точками, оно станет меньше и в конечном итоге даже перестанет быть заметным. Я, конечно, забыл включить X-симметрию. Значит, мне снова придется переделывать дефекты на рукавах. Также постарайся не переусердствовать с профилями акул. Мы также можем продолжить еще несколько растягивающих складок от подмышек до плеч для пуговиц. Также часто ткань с другой стороны также прижимается к пуговице, чтобы компенсировать растяжение. Таким образом, ты получаешь ошибку, похожую на рогатки вокруг кнопки. Кнопка выглядит почти как комета со следом огненного шара вокруг нее. Тогда, конечно, тоже самое нужно повторить с другой стороны. Я просто попытаюсь воспроизвести все это как замедленную съемку. Не повторяйся слишком часто. Одна важная вещь в различии между растягивающимися складками и дефектами сжатия – это объем ткани. Растяжение указывает на недостаток объема, поэтому поверхности, как правило, более плоские и ложные, больше похожие на тонкие морщины. При сжатии происходит переполнение объема и фальстарт, которые действительно выталкиваются наружу и накладываются друг на друга. Продолжение следует... 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 Еще одна вещь, на которую следует обратиться. Это то, что точки давления подтяжек не только вызывают растяжение, но и небольшое жатие. В зависимости от того, насколько сильно растяжение возникает вокруг точек давления, включая влияние силы тяжести. Это может быть более запутанным для лепки, потому что нет четких горизонтальных или вертикальных дефектов, но они могут изгибаться в зависимости от того, откуда идет жатие. Которое может быть в нескольких направлениях над подтяжками и под цветом. Есть также область, где единственное, что удерживает его на месте, это плечи и сами подтяжки. Остальное тянется вниз под действием силы тяжести, что приводит к сжатию и скоплению на подтяжках. Подтяжки также могут немного приподняться по цвету, поэтому пара небольших складок между цветом и подтяжками спереди. Тоже хорошая идея. Ты также можешь сделать еще пару компрессионных складок для дополнительных предметов, таких как рукава и воротник. Помни, старайся избегать параллелей и это все для футболки, потому что сейчас у нас есть хорошее представление о том, где должны быть недостатки. Я просто собираюсь пока спрятать тело, чтобы избежать видимых пересечений. Так что давай сверимся с аннотациями, которые мы делали раньше. В верхней части определенно много горизонтального сжатия с некоторыми точками давления, из-за подтяжек и более толстых элементов, таких как карманы на компрессионной стороне. У нас много складок ткани вокруг колен и немного драпировки под грудью. Так что давай займемся этим, как мы делали раньше. Ну, в основном старайся работать короткой кистью для рисования, но если ты хочешь более плавных изгибов для драпировки. Ты также можешь свободно использовать обычную кисть DropRush или даже глиняные кисти. Если производительность страдает, а модификаторы уже не влияют на скульптуру, тогда попробуй спрятать другие объекты также для штанов. Постарайся не использовать симметрию для морщин и недостатков, так как симметрия может быть очень непривлекательной. Многие складки здесь оборачиваются вокруг брюк, но они не всегда сохраняют одинаковый уровень растяжения, поэтому старайтесь разглаживать их постепенно. С другой стороны ты должен зажимать складки по мере того, как они приближаются к точке давления и, возможно, даже в конечном итоге перекрывать их. Если точка давления также тянет их вверх и вниз, тогда добавьте несколько неглубоких и тонких морщин к остальной части верхней части ноги. Это потому, что нога заполняет брюки и растягивает ткань, поэтому ткань компенсирует это, вытягиваясь с двух других направлений и образуя складки в области паха. Они также должны быть несколько растягивающихся складок. Не только из-за точек давления в паху, но и из-за подтяжек. Эти дефекты также должны быть вокруг куска толстой ткани, так как он немного давит и так как он может складываться так же легко, как и остальная ткань. Мы также можем просто вручную лепить боковые карманы вместо того, чтобы добавлять более толстые элементы. Просто убавь увеличение с помощью рисования острой кистью и подним на пике к нему. Ниже мы можем добавить больше объема с помощью глиняной кисти и сгладить переходы к открытию карманов. Это просто для того, чтобы отверстие выглядело не как вершина и долина рядом друг с другом, а скорее как ступенька с одной стороны штанов. Чтобы мы могли видеть другую сторону более четко. Теперь мы добавим еще больше компрессионных дефектов вокруг колена. Как и во всех предыдущих компрессионных складках, речь идет в основном о добавлении объема, который собирается вместе. Это избыток ткани, поэтому мы в основном добавляем здесь кисточкой. Ромбовидные узоры тоже очень хорошая идея. Эти компрессионные складки затем исчезают, чем дальше они огибают ногу. И чем дальше они поднимаются или опускаются по ноге, постепенно уменьшая их силу, ширину и расстояние друг от друга. Жатие будет продолжаться вниз до тех пор, пока кавс, где жатие прекращается толщиной мышц под кашлем, не начнет формироваться в драпировке от силы тяжести. Потянув свободную ткань вниз. Это не обязательно должно быть идеально вертикально, но может обтекать форму ноги и идти немного по диагонали. Так как изгибы также являются хорошей идеей, чтобы это не выглядело слишком повторяющимся. Ты также можешь после этого скорректировать складки и морщины с помощью щетки с захватом и змеиным крючком, чтобы они не выглядели параллельными или неровными. Сто девяносто восемь, но мы в основном делаем это после того, как мы грубо обработали все недостатки. Мы хотим сто девяносто девять. Одна вещь, которую мы определенно уже можем сделать двести, это исправить неровности штор. Двести один лично мне нравится использовать для этого кисть Снейк Кук поверх кисти Грэб. Так как двести два Снейк Кук также поворачивает геометрию в зависимости от направления штриха двести три. На передней части колена. Это тоже может быть экстремально. Двести четыре, чтобы добавить столько морщин, чтобы потом мы могли также смягчить их с помощью гладких и глиняных кистей. Двести шесть, теперь еще раз повтори, это для другой стороны. Двести семь. В следующем видео мы начнем все полировать. Двести восемь мы просто лепим его и подгоняем под стилиста. Смотри, мы идем на.